Продолжаем. Участники уникального проекта во весь голос юные исполнители стран СНГ и Грузии намерены доказать, что их страна самая поющая. На первом концерте артисты спели со своими наставниками. Что в этот момент происходило за кулисами и как поддерживали ребят их родственники, Анна Бажайкина расскажет. Первый номер в первом концерте. В шестистах километрах от сцены в Минске команде Беларуси подпевали родственники и друзья Элины Матарас. Мы хотели так и поддержать, чтобы наша энергия передалась ей. Команда Азербайджана для концерта выбрали патриотичную песню Муслиму Магомаева. Ее называют неофициальным гимном страны. Тем временем за кулисами к выходу на сцену готовилась команда Грузии. От родителей. И зажечь. Команда Грузии и зажгла, и растопила сердца зрителей песни своей наставницы Алисы Данелия. Лиричные песни выбрали многие команды у Армении «Сестра по духу». В ней куплеты на русском, припев на армянском. Национальный колорит добавили и в костюмы. За всю команду Армении болели родственники Сатыникса Акиан. В одном доме собрались не только родители, а еще и соседи. Череду лиричных песен разбавила команда Таджикистана. Зрители начали танцевать с первых нот. Из Душанбе команду поддерживали родные Дельнос Абдуалимовой. Финал концерта тоже динамичный благодаря команде Молдовы. Их номер был последним, так что родственники Ульяны Нестеровской в Кишиневе переживали дольше всех. В этом шоу зрители только познакомились с участниками и наставниками. Уже в следующее воскресенье новый концерт. Его будет оценивать жюри. Так что впереди самое интересное. Анна Бажайкина, Нонна Аганесян, Гюнаш Исаева, Зарина Абдуназарова, МИР24. Проект «Во весь голос» смотрите каждое воскресенье в 10-15 утра на телеканале МИР. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова